Когда очень хочется вздремнуть в полете, а окошко закрыть не дают, всегда можно найти выход из положения, даже если маски для сна под руками не окажется. В конце концов, длинные волосы отлично ее заменяют. Этот человек настоящий гений. Насыпав попкорн себе в капюшон, он решил сразу несколько проблем. Во-первых, теперь нет необходимости пачкать посуду, а во-вторых, не приходится постоянно мыть руки, работая за компьютером. И в-третьих, для того, чтобы поесть, достаточно просто наклонить голову. Из окна упала какая-то вещь, а идти за ней слишком лень. На помощь приходит такая универсальная вещь, как пылесос. Главное, его тоже не уронить. Привет, с вами канал Фактория. Одному болельщику за дурное поведение на стадионе ограничили возможность посещения игр на полгода. Казалось бы, с этим ничего нельзя поделать, но он решил эту проблему, наняв лично для себя подъемный кран, что позволило ему увидеть игру любимой команды своими глазами. Родители этого парня уехали на выходные отдохнуть. И строго-настрого запретили ему приводить в дом гостей. Ну и что вы думаете, это его остановило? Парень-то оказался смышленый. Так что, скорее всего, родителей ждет сюрприз по возвращении. Необычный способ дистанционного выключения света. Когда не хочется идти к выключателю, можно воспользоваться игрушечным пистолетом. Заодно и собственную меткость можно проверить. Еще один необычный способ выключения света. Вам понадобится обычная лазерная указка и код, который не против поиграть. Каждый раз ходить по лестнице, чтобы выкинуть мусор? Это слишком утомительно. Можно воспользоваться смекалкой и соорудить собственный мусоропровод. Может, он и не слишком протяженный, зато достаточно эффективный. Если собаки не терпятся на прогулку, а хозяину хочется просто дочитать утреннюю газету, то можно совместить два этих дела. Главное, найти подходящее кресло с колесиками и достаточно ровную дорогу. Пока одни люди ругают сантехников за их дурацкие решения, другие проявляют находчивость и ищут выход из положения. В данном случае для того, чтобы удлинить кран, было достаточно старого флакона от шампуня. Самый экономичный способ поздравить именинника, и заодно намекнуть ему, что неплохо бы приготовить праздничный торт. Спать на рабочем месте, особенно когда ты охранник, не самая лучшая идея. Но если очень сильно хочется, то можно придумать, как спрятаться от начальства. Главное, слишком громко не храпеть. Когда лень самому стричь лужайку перед домом, достаточно взять газонокосилку и крепкую веревку. А дальше остается только наблюдать, попивая лимонад, как дело делается само. Если действительно надоело ходить каждые две минуты на кухню и проверять, не закипела ли вода, можно вспомнить, что на дворе вообще-то 21 век, и обычная веб-камера решит вашу проблему. Отсутствие линейки может стать серьезной проблемой при решении геометрических задач. Однако и это вполне решаемо. Главное, чтобы под рукой оказалась парта подходящего размера. Поломанный дворник может доставить немало хлопот в дождливую погоду. Но покупать новый это для слабаков. Нормальные люди соорудят его из подручных средств. Отсутствие скалки это уже классика. Как и то, что ее можно отлично заменить любой бутылкой, без потери качества итогового блюда. Когда в доме не нашлось плиты, а сварить пельмешки очень хочется, на свет появляются вот такие конструкции. Правда, есть подозрение, что процесс приготовления будет небыстрым. Переводить часы дважды в год на летне-зимнее время, это ужасно утомительно. Да и зачем это делать, если можно ограничиться вот такой запиской? Людям что, трудно час, что ли, отнять в самом-то деле? Человека, который очень не любит мыть посуду, видно сразу. Нет, не потому, что у него в доме гора немытых тарелок. А потому, что он всегда найдет способ ее не пачкать. Ну, примерно так это и работает. К сожалению, лень не позволила снять упаковку. Но ведь на свойства товара это никак не повлияло. Так зачем утруждаться? Вроде ничего особенного. Просто холодильник, который стоит рядом с диваном. Но почему-то, когда смотришь на это фото, испытываешь легкую зависть. Владельцам этого маленького итальянского кафе запретили устанавливать летом столики на тротуаре. Однако они не отчаялись и нашли выход из положения. Гости тоже остались довольны. Катить мусорный бак, идя пешком, слишком скучная затея. Гораздо интереснее самому ехать на машине, а бак везти рядом. Если при строительстве дома не нашлось нормальных строительных лесов, то эта проблема решается бригадой достаточно физически крепких строителей. Когда надоело ждать помощи коммунальных служб в расчистке дорог от снега, приходится включать фантазию и брать ситуацию под собственный контроль. Можно сколько угодно смеяться над этими уборщиками, однако дело сделано. После них остается идеальный порядок и сэкономлено огромное количество времени. Каждый, кто хотя бы раз в жизни разводил костер, знает одно неизменное правило. С какой стороны не подойди к костру, дым всегда будет идти в твою сторону. Но этот юный гений, похоже, нашел решение проблемы. Что может быть лучше, чем посмотреть вечерком фильм на планшете? Одна проблема, руки устают его держать. Впрочем, и она решается при помощи обычного скотча. Раз гугл знает все, то пускай он и отвечает на вопросы туристов. Заодно и на наемных сотрудниках сэкономить можно. Настоящая идиллия. Папа отдыхает, ребенок наслаждается качелями. И для того, чтобы их раскачать, вставать вовсе не обязательно. Когда очень хочется увидеть на весах заветную цифру, а садиться на диету совершенно нет желания, вас выручит обыкновенный калькулятор. Еще один человек, мечтающий об идеальной фигуре, но решивший не тратить для этого слишком много усилий. Зачем тренироваться и соблюдать диету, если достаточно просто купить подходящую майку? Правила дорожного движения требуют, чтобы пассажир был пристегнут. Если вместо ремня придется использовать сложную конструкцию из цепи и карабина, это никого не волнует. Этот человек настоящий гений. Все любят макать печеньки в молоко, но почему-то никто, кроме него, не додумался делать это палочками. Нет ничего хуже скучных школьных альбомов с фотографиями. Поэтому люди, которые нашли способ сделать их немного веселее, заслуживают настоящего уважения. Вот это я понимаю вип-качели. Кожаный салон и крыша с подсветкой. Это просто предел мечтаний любой детворы. От жары каждый спасается как может. Кто-то покупает дорогостоящие кондиционеры, а кто-то сооружает их сам из подручных средств. Мыть полы по старинке с использованием швабры это так скучно. Да и зачем, если есть машинка на дистанционном управлении? Это даже круче, чем робот-пылесос. Промокла обувь и ее нужно срочно высушить, а специальных приспособлений для этого у вас нет? Ловите лайфхак. Пара фенов отлично помогут вам справиться с проблемой. В комнате нет шкафа, а вещи складывать куда-то нужно. Не проблема, старая стремянка отлично заменяет любой шкаф. Еще один человек, сумевший решить проблему просмотра фильмов на экране смартфона. Хотя, конечно, стеклянный столик найдется в доме не у каждого. Вот сделать такую составную трубочку человеку было не лень, а просто подняться для того, чтобы взять стакан, лень. Где тут логика? Умение грамотно организовывать себе место отдыха – это настоящий талант. И этот человек явно им обладает в полной мере. Пока одни жалуются на то, что не могут открыть бутылки с загипсованной рукой, другие решают эту проблему еще в самом начале, добавляя открывашку прямо к гипсу. По правилам этого отеля пить напитки в бассейне запрещено. Но это правило легко обойти. Главное, чтобы друзья согласились вам помочь. Одно из самых необычных применений для обычных носков. Видимо, там действительно было очень холодно. Иногда лениться очень полезно. В результате появляются вот такие необычные конструкции. А почему бы, собственно, и нет? Ребенок доволен, а мама может заниматься своими делами. Если не нашлось мусорного ведра подходящего размера, то всегда можно использовать табуретку. Когда лень постоянно мешать коктейли, доливая напитки из разных бутылочек, можно их просто соединить. Только барменам эту идею не рассказывайте. Они сочтут это личным оскорблением. Нет, это не просто снег, который сползает с крыши. Это настоящий природный холодильник, который нужно использовать по назначению. Умение спать на уроках – это талант. А умение при этом спать удобно – это уже мастерство. Похоже, эти ребята достигли вершин этого искусства. Вообще, умение устроиться с комфортом – незаменимый навык по жизни. Просто посмотрите на эту девушку и скажите, положа руку на сердце, что вы ей не завидуете. Еще один пример того, как нужно уметь отдыхать. Что может быть лучше, чем загорать и попивать при этом ледяную колу. Причем для этого даже пальцем пошевелить не придется. Гениальная идея на случай, если в аэропорту ваш багаж потеряется. Не будет необходимости объяснять, как выглядел ваш чемодан. Достаточно просто показать собственную фотографию. Когда на кухне не оказалось ни единой кружки, а выпить горячего чайку очень хочется, на помощь приходят смекалка и изолента. Это поистине волшебное сочетание, позволяющее решить любую проблему. А пока на этом все. Подписывайтесь на канал Фактория и смотрите другие наши видео.